У нас раннее утро. Мы с Сочули вышли на прогулку. Данил пришёл с работы уставший. Говорит, показывал своим сотрудникам видео, где отчитывал меня за проказы. Говорит, всем так понравилось. Не знаю. Я говорю, как могло им понравиться, что свою жену обижала и унижала. А он, говорит, аж пищали смотрели. Лыс какой-то, конечно. Всё перемешалось в этом мире. Непонятно, что интересно людям. Что я хочу сказать. Да. Вот он, допустим, раньше никогда не перечислял свои заслуги. А вот именно после операции у него второй раз такое проскальзывает. Что напоминает, откуда. Что он забрал меня из апартмента, вот, из которого съехал мой бойфренд и забрал, ну, почти всю мебель. Там диваны были, компьютер. И вот он никогда об этом не говорил, а вот именно, я думаю, что после операции, ну, может, боится, что обесценился передо мной. Что пытается повысить цену свою таким образом, не понимая, что это некрасиво и грубо по отношению ко мне. Всё я понимаю. А то, что я смеюсь, у меня мама такая была. Всё переворачивала в шапку. Иначе в этой жизни не проживёшь, если всё серьёзно воспринимать и перевоспитывать бесполезно. Ну, вот сейчас я прочитала, да, уже под последним видео, за супружеские обязанности. Опять же хочу сказать, в нашем возрасте никто не говорит о каком-то крутом кексе. Супружеские обязанности, даже прижаться друг к другу, погладить друг друга, это уже супружеские обязанности. Поэтому иногда ты не хочешь, но делаешь, чтобы доставить приятно, получить тоже удовольствие от прикосновения друг к другу. Даже, конечно, бывает, у всех это все женщины знают. Чаще всего почему-то это происходит. А мужчины от такого склада, на полшестого у них или на двенадцать, им всё равно до самой смерти хочется вот именно вот этой сексуальной эйфории. Любым способом хоть как-то что-то получить от женщины, если она рядом. И это я говорю правду. Это женщины знают все. В этом плане женщины, конечно, эксплуатируются больше. Особенно с возрастом. Пока молодые вроде, знаете, там можно восполнить отдачу. А вот с возрастом, конечно, а мужчины, вот я даже смотрю просто наших актеров, которые все за молодых девушек в конце жизни. Женились, естественно. Но какие там супружеские обязанности? Обслуживание, обслуживание престарелых, талантливых, успешных мужчин. У кого как получаться, кто как может. У всех своей, в каждой семье, как говорится, свои игрушки. Но все равно это неизбежно, есть желание или нет. Чаще всего эту ответственность несут на себе женщины. Ох, бедные женщины. Что-то мне совсем себя жалко стало. Как-то. Вы-то меня еще пожалели. Ну и есть, конечно, которые наезжают на меня. Но я не предаю этому такую большую, знаете, идти на поводу, начать сейчас его воспитывать. Зачем ты сказала это? Мне достаточно того было, что он ответил, что на работе все смотрели. Его сыну ревности оскорбительную просили еще раз показать. Хохотали до безумия. Ну ладно. Главная цель достигнута. Посмеялись все. То хорошо, я тоже смеялась. Ихтуша. Жарко, конечно, на улице. Вроде и прохладно. В то же время жарко. Ой, никто никому, как говорится, советую, не советую в этой жизни. У каждого складывается, как получается. Но, естественно, каждой женщине хочется больше внимания. Больше не вот именно вот этих супружеских обязанностей. А просто, чтобы муж тебе улыбался без намека на то, что скоро надо его ласкать, ублажать. Вот чем главная задача в жизни у женщин, чтобы ее любили без, как бы вот вам сказать, без ожидания, что она должна за это отработать. Любим способом взять с нее все. Я вот, допустим, Данилка, когда становится доброй, начинает меня пощипывать на кухне, я тому не радуюсь. Честно вам скажу, я думаю, вот, блин, опять обязанности надо выполнять. Не знаю. И не говорите мне, что потому что без любви и с любовью живут. Все проходит. По молодости, может, с удовольствием ласкается. Какое удовольствие уже в старости. Не знаю, как прижаться тихо друг к другу, лежать на плече. Ну, мужикам же этого мало. Им надо, чтобы ощутить свою мужскую силу, надо, как говорится, по полной программе от женщины получить. И упрекнуть ее в том, что она еще не такая, как ему хотелось бы. Вот такая доля, я считаю, женская. Я думаю, что многие со мной согласятся. Так оно и есть. Так оно и есть. Я хочу сказать, что... Что меня устраивало, как вы говорите, без любви мы живем. То, что вот он именно не настаивал на эти обязанности никогда. Если я ему давала от ворот по ворот, он молча уходил. Понимаете? Вот это меня устраивало, самое главное. Что он... Вот есть такие, знаете, лизуны. Есть у меня подруга, вышла второй раз замуж, сама рассказывала. Говорит, только ест и трахается. Только ему подавай секс, кекс. Что там еще можно? Хотя тоже уже, как бы, они в возрасте. Но ест, говорит, как это, конь. Только ему успевай подавать еду и все остальное. Приложение к этому. Не знаю. Как-то мерзко все. Какую-то тему я опять завела. Ужас какой. Все мечтают о светлой, настоящей любви. О добрых отношениях в течение всей жизни. Да, я знаю, что многим удается. У меня такие пары были. Даже в моем пансионате. Я знаю, что видно, что настоящая любовь. Один падает, другой подхватывает, падают вместе. Вот такие отношения до последнего дня. Никогда ни грубости, ничего. А чаще всего, да. Но это редкий случай. Чаще всего. Я помню, Дэниел после операции сказал, что он будет другой. Я так обрадовалась. Думаю, будет ласковый. В смысле, добрый. Всегда. Нераздраженный. Он добрый. Но его вот это раздражение быстро как-то появляется. Он может на пустом месте вспыхнуть. Не поняв меня. Мой смысл, передаваемый с моим английским. Вспыхнет моментально. Приходится снова объяснять. Поэтому стараюсь лишний раз не... не заводить никакие темы. Да. Он... Несмотря на все, что можно взять, такой пример с него. Несмотря на все какие-то, может быть, внешние, внутренние недостатки. Он высокого мнения о себе. Понимаете? Вспоминает, допустим, он... Как он привез меня, да? Женился на мне. Ну, неужели он думает, что я бы пропала? И как некоторые пишут, не забывай. Откуда он тебя привез? Милые мои, я работала. Я была с работой и в то время. Да и замужества. И вышла за него замуж. Сразу утром поехала на работу. Я была с работой. Да, мне хотелось личной жизни. Да, мне хотелось стабильности, легализации. Но это не означает, что он подобрал меня с какой-то помойки. Или безысходности. Или где-то я сидела уже. Меня пытались выслать в Россию. Это не так. И ему просто повезло. Я могла и получше найти. Если бы захотела. Он просто, как говорится, не растерялся. Ему все нахваливали меня на фабрике. Вот. Да и сам видел, что пахала, как лошадь. Поэтому он не промахнулся, конечно, выбрав меня. Почему-то сейчас ставит мне это в какие-то упреки. Хотя я прекрасно знаю, что я бы все равно нашла выход. И вышла бы замуж. И, может быть, было бы все намного лучше. Но мне он казался тогда менеджер был, дом новый. Но когда заехала семью, ну, у меня есть насчет этого видео. Все они, под каждым видео у меня ссылки на них. Кому интересно, посмотрите, как было все на самом деле. Так что хвалиться, хвастаться особо нечего. Все, что я имею, это благодаря моему терпению, моему трудолюбию. Ну, могла бы, конечно, и постараться добиться лучшей жизни. Вот такая я ответственная. Было жалко его. Он очень старался. Как бы, чтобы не было хорошо. Я купилась на это. Ну, сейчас вот он, видите, другой стал. Более хамовитый какой-то. Может, это защита такая, реакция у него. Раз у него... Ну, тоже. Жизнь-то быстро, видите, как под откос пошла. Ни с того ни с сего. Думал, еще молодой. Две работы тянет. А ну, раз, и все. Хорошо на эту работу смог выйти. Это еще счастье. Благодарить надо. Я очень рада, что так обошлось еще пока все. Ой, еще как бы он все за все расхлюбываться неизвестно. Но главное, что он живой. Поэтому очень рада. Много нашится он, конечно. Сам напуган. И боится. Он всегда... Всегда боялся. Говорит, тебя ничего не держит. Пока я не получила грин-карту. Он вообще боялся сильно. Это всегда чувствовала. Потому что, ну, особо он удивить меня ничем не мог. Не деньгами я сама за все платила. Не кексом, как вы говорите. Потому что был безумно тяжелого веса и диабетик. Поэтому вот такая она жизнь. Живу себе спокойно. Делаю то, что доступно мне. Не мечтая, не о каких-то там уже. Все, что могла. Я думаю, что основное уже все сделала в своей жизни. Сейчас надо спокойно доживать, проживать свои почтенные годы. Вот он пришел с работы. Таким... Пила. С таким восхищением рассказывала, как сотрудники смотрели его. И какой-то ведь из всех комментариев. Из всех. Я этот комментарий даже не знаю. Из всех комментариев. Как он перевел? Чего он там перевел? Что... Я читала там, ну, что там... Вот... Что я из Сибири. Нож. Ты говоришь, что, Нож из севера? Я говорю, из Сибири же. Это одно и то же. Что там били женщин. Я говорю, я буду хлистать. Ну, это он шуткой так. Вот из всех комментариев он выбрал этот. Еще, я не знаю, перевел он, наверное, не так. Что-то я и не помню такого, чтобы там было. Я говорю, поверь мне, меня никто в жизни никогда не бил. И бить не будут. Это... В каких веках это все было? Хочется что-то веселое вам рассказать. Но, надеюсь, это уже одно последнее такое. Из крайних видео грустных. Потому что грустить некогда. Жизнь безбожно подходит к концу. Надо проживать эти дни радостно, весело. По возможности, с наслаждением. С уважением друг к другу. Я один сего на дому говорю, вот он утром. Так громко разговаривает. Я говорю, говори тише. В случае даже боится твоего крика. Я не знаю, почему он громко говорит. Может, у него со слухом что-то. Крикливый. Я уже это не переношу. Вот это единственное. Он разговаривает обычно. Какие-то рассказывает вещи. Но они такие шумные, что я стараюсь избегать вообще разговаривать с ним. Потому что у меня паника начинается. Мне плохо становится. А вообще, спасибо всем, кто поддержал меня, естественно. Я же главная героиня ютюба. И я рассчитываю на поддержку только в мою сторону. Чего вы, женщины, заступаетесь за мужиков? Вообще не понимаю. Женщины должны только за женщин заступаться. Попробуй кому обидеть этих мужиков. Да уж. Обидеть их. Сачуля, чего ты тут? Ой, ну все, ладно. Лекции буду заканчивать. Прогулка у нас еще продолжается. Вот, решила Сачи понюхать. Завтра у меня зумба. Сегодня у меня прогулка. Сейчас приду и скупаюсь. Данилка уже спать лег. Довольный своим шедевром. Что развеселил на работе всех. Ну, не знаю. Все как-то в этой жизни нелепо стало. Народ веселится непонятно чему. И все, что он говорил, это он здесь, он здесь половина на половину, 50 на 50. И шутки, и 50 на правда было. Но почему я снимала и не боялась, потому что я ничего не совершила. Мне бояться-то что было, чего. И не первый раз он уже знал, что я шучу с охранником. Но он просто раньше, я же не первый раз это снимаю, он видел. Я говорю, ну что, это шутка. Но он, как говорится, не переводил комментарии. А тут кто-то ему переводчик сделал. Что он нажимает, что-то там, и сразу у него переводится. Ну, он переводил, короче. Сам себя завел. Хотя раньше всегда говорил. И мне, и когда мы еще с бывшей снимали. Когда мы еще реагировали на комментарии болезненно. Что вы вообще читаете? Вы даже не знаете, кто эти люди, что пишут вам. Разве можно на это реагировать? А сам поддался. Поддался бы. И даже сейчас под видео столько комментариев в мою пользу. Он почему-то выбирает комментарий. Где сказали, что вот именно я родилась. Норс, ну, на севере, в Сибири. И там всегда женщин били. Представляете? Вот этот комментарий ему безумно понравился. Ой, вообще-то глупости даже не хочу. Но это серьезно реагирует на все. Нет уже ни здоровья, ни сил. Все, что мы пережили, всего, я пережила с его операцией. Конечно, наверное, психика отразилась на его психике. Ну, что ж. С возрастом мы все меняемся. Цветочки. Вася, Вася, Василек. Похожий на Васильки, правда? Вася опять вчера встретил меня опять по-японски. С гордостью читал мне стихи. Быстро так. Между прочим. Да, даже какие цветочки. Вот они, друзья. Красивые. Сочи купаться пойдем. Спасибо всем, кто писал мою поддержку. Ну, кто писал в поддержку Дэниелу, тоже спасибо. Жизнь, она такая. Сегодня одно, завтра другое. Если идет все гладко, тоже скучно. Немножко встряхнуться надо. Хотя у нас тряска была. Не дай бог никому ее. Я до сих пор удивляюсь, как я всего-то пережила. Если бы я, наверное, не принимала таблетки от паник, я бы просто не выдержала. Была бы сама в госпитале. Столько стресса было. Всего операциями. Поэтому сейчас обращать на это все внимание даже глупо. Серьезно обращать внимание. Вот, смотрите, белый забор. Его надо мыть, потому что он покрывается плесенью. Почему вы говорите, делают деревянный? Потому что белый покрывается плесенью. Кстати, бабушка, которая к себе требует очень много внимания, вчера мне рассказала. Я у нее спросила, чем она занималась в жизни. Она, говорит, растила детей, но занималась вот именно волонтерством. Настолько серьезно. И в церкви, и в школе. И в основном она мне вот рассказывала, что бывало такое, что там родители попадали в госпиталь или один из родителей. И волонтеры просто ходили в эти семьи бесплатно. Готовили ужин или что-то там. помогали. Пока родитель выздоровеет. Или даже помогали и счета иногда платить все вместе. В общем, она очень серьезная и глубоко. У нее много было волонтеров. Она была старшая среди них. Это можно сразу по характеру определить. Поэтому бабулька, видимо, так, получается, заслужила такого внимания. Всю жизнь занималась волонтерством. Бесплатно. Помогать людям. И помогать. очень много и сейчас-то желающих волонтеров. Но я думаю, раньше было бы это тоже больше. Судя вот по ларете. Люди получают от этого удовольствие. Помогая другим людям бесплатно. Просто помогая. Я вот так все время к себе прикидываю и от этого понять. Не могу вот так, чтобы, знаете, чтобы я, допустим, ходила бы на работу бесплатно, помогала. Трудно это представить. Поэтому все мы разные. И волонтерство это, конечно, что-то такое. не всем доступное понятие. Хотя, смотрю, в России тоже часто проскальзывается разное видео. Как за бабушек платят что-то там, еду. Конфеты там. Что-то серьезное из еды покупают. Даже дома стали покупать. Это замечательно. Ну, все. Заканчиваю. Спасибо вам за комментарии, за внимание, за то, что смотрите, за лайки. с тобой. Продолжение следует... Продолжение следует...